Добрый день, наши други и подруги! Всем хорошего настроения! Надеюсь, что мы вам его еще больше улучшим, потому что мы опять пришли... Потому что, Эвелина, не сбивай меня с мыслей... Потому что мы опять пришли в этот парк. Здесь будет показ пожарных машин всевозможных годов. Слава тебе, Господи, наконец-то у нас поход сюда будет бесплатный, вроде бы, как я прочитала в интернете. Я заметила, что когда люди приходят в такие места, на такие фестивали, они очень часто приходят сюда с семьями. И это классно, чтобы провести время с семьей, чтобы вместе что-то посмотреть, чтобы, ну, просто побыть вместе. Что еще в воскресенье делать, как не провести это время с семьей? Смотрите, какая красивая кладка каменная. Так, что у нас здесь. Это что у нас растет в нашем штате, правильно? Нет, что они здесь посадили. Да, что они здесь посадили. Ага. Но здесь этого ничего нет, потому что она не поливается и все засохло. Очень рады. Такие интересные растения всякие. Они это сделали, чтобы вода входила в это, в землю уходила. И из-за того, чтобы она... Ага. Чтобы вода не растекалась на дорожку, не стекала на дорожку, они посадили вот такие здесь растения. А вот написано. Рейнгарден. И вода будет оставаться здесь и не растекаться вот на вот эту дорожку. Посмотрите, какие у нас уже сухие листья. Это не потому что осень. Это потому что у нас уже больше месяца нет дождей. Мы очень хотим дождь. Так, сюда будем заходить? Да? Нет? Не хочешь? Пойдем. Не хочешь как хочешь. Окей. Мы просто здесь уже были, поэтому они не захотели сюда заходить. Я просто хочу показать вот эту трубу. Помните, я показывала ее снутри? Мы сидели и смотрели, как там выдувают стекло. Посмотрите, у нас снаружи какая огромная труба. Посмотрите, все засохло. Все. Все хочет дождя. Все растения хотят дождя. Баллоны для пожарников. Маска их. Отличные крошки, связанные с пожарными, со всеми. Футболки их. Я так думаю, можно купить у них, но мы не собирались покупать. Хотим спрашивать. Все их эмблемы пожарных компаний. Упаковывать, но я быстро сниму это все. Пожарные машины у человека. Представьте. Ничего себе. Вау. Колокол 500 баксов стоит. Тоже. Футболки тоже с пожарными всеми машинами и пожарными станциями. 50 лет юбилей. С Бруклина. Ничего себе с Филадельфии. Сколько здесь машинок и всего. И вертолеты всякие с пожарками. Удивляюсь. Их люди понабирали столько. Продают их. Я бы не продавала. Такая классная коллекция. Посмотрите, какие они все классные. Ну что, друзья мои, готовы посмотреть, какие тут различные машины пожарные? Вот эта машина. 1900 Chevrolet. 70-го года рождения. Вот эта машина. 47-го года рождения. А, выпуска. 48-го года выпуска. Вон там он, дядя. А, думала, спит. Он не спит. Какая красивая. Какая красивая. Это какого? 50-го года выпуска. Отмечайте себя в комментарии. Кто был рожден в какой год. Ладно, я пошутила. Здесь даже можно попробовать потушить пожар. Можно попробовать. Тима, ты хочешь попробовать? Почему? Давай попробуешь. Елена. Почему? Давай, гоу, гоу. Тима не хочет. Тима, гоу. Противный какой. Противный какой. Помогла я уговорить их тушить пожар. Значит, будем просто ходить и смотреть. Это у нас какого года выпуска машина? Сейчас посмотрим. Это у нас 56-го года выпуска машина. Вот это у нас Ford или Chevrolet в основном машина пожарная. Не вижу, где бумажка какого года выпуска. А, это довольно-таки молодая машина. 87-го года. Даже моложе, чем я. Так, это у нас... Это у нас какого года машина? Так, там где-то написано. Не видно с той стороны надпись. На другой стороне стекла. Сейчас Абилина посмотрит. Все новенькие, все-таки отреставрированные, аккуратненькие, чистенькие. 68-го года выпуска машины. Для мальчишек такая выставка, это, конечно, вообще супер. Это у нас 50-го года выпуска машина. Но мы идем сейчас посмотреть туда. Это, похоже, они показывают, как далеко достаёт этот шланг. В смысле струя. Идём посмотрим. Потом пойдём туда. Там ещё огромное количество машин. Вот здесь включили такую здоровую струю. Я так понимаю, они показывают, на какую длину бьёт эта струя. И бедные все утки и гуси отплыли на тот берег. Скажут, что это такое? Зачем нам ещё дополнительная вода? Вот они все на берегу расселись. И не могут понять, что вообще происходит в этом мире. Упс. Сейчас идём, там ещё какая-то струя есть. Показываю тоже, сейчас посмотрю. Это машина, которая делает 59-го года выпуска. Этот шкорчик прекрасно работает. Так. Ой, там ещё машины. Здесь тоже. Такая маленькая машинка. А струя бьёт не маленькая. Так. Ой, какая красивая она. Колёса посмотрите, какие. 1921-го года выпуска машина. Лучше. Вы себе представляете ещё работой. В воде очень мало. В воде очень мало. Насыхает всё у нас. Так. Идём дальше. Это машина 1972-го года выпуска. Я иду, это, они все работают. Я иду и говорю, фу, воняют. Тима говорит, ааа, как хорошо пахнет. Вот что значит пацан. Написано, please touch. То есть, пожалуйста, потрогайте. Обычно пишут, please don't touch. Пожалуйста, не трогайте. А здесь можно потрогать. Это у нас какого-то оранжевая машина или жёлтая машина. Какого у нас года она? 1977-го года выпуска. А это у нас 1982-го года выпуска. С различных городов они приехали, нашего штата. Я даже с Филадельфии одну машину видела. На эту выставку. И там ещё машина. Мамма миа. Как бы нам сегодня всё обойти. Так, идём и дальше. По таким, как в лесу идём. Так классно. Так, идём туда. Можно подойти, можно посмотреть, можно потрогать. Опс. Мы как-то на одном фестивале были с детьми. И я хотела, чтобы дети залезли в кабину и потрогали там что-то. Посмотрели, как у них внутри. Это когда было? Весной? Или в прошлом году? Да. Нам говорят, ты что? Нельзя. Корона. Близко не подходи. Мы такие, окей. И ушли. Тут люди даже на таких колясочках приезжают. Кто не может ходить. Много. Кто не может далеко ходить. А, мы просто сделали круг. Ребята, нам надо ещё сюда возвращаться. Мы возвращаемся. А это что за чудо такое? 1924 года выпуска. Представляете? Это вообще... А колеса какие? Да, она не быстро как раз доедет. Здесь информация про эту машину написана. Ну, значит, и пребудем. Ладно. Футболки можно купить за 15 баксов. Так, а это у нас что такое за чудо? Так, это у нас что? Это у нас что? 1906 года что-то у нас. Как прицеп, что ли? А, натянутый шланг. Этот шланг с водой натянутый там. Так тоже. Сейчас будем разбираться, что за... 1909. Ого! Да и так вы раньше это пользовались. 1790 года. Это чем они раньше пользовались. Ничего себе. Так, дальше проходим вместе с вами, а вы с нами. Что-то небо мне не очень нравится. Вот эта машина с синим. Интересно так покрашена. Как-то непривычно. Обычно мы привыкли, что красным. 1981 года выпуска. Здесь даже машина встречается с Филадельфией. Приехали на эту выставку. Тысяча... Какого? Подождите, на эту дату, когда она выпущена. Ну, я не думаю, что она сильно старая. И похожа. 1989 год. Так, мне надо немножко отойти подальше. Чтобы... Team your on my way. Чтобы лучше как бы заснять обзор, не заснять. Нужно идти немножко подальше. Это у нас 86 года выпуска. Тут, видите, можно разговаривать с этими пожарниками. Общаться с ними, задавать вопросы. Я думаю, что они с удовольствием ответят на это. На наши вопросы. Для этого они здесь и находятся. Вот эта небольшая машинка. Это 41 года выпуска. Как раз начало войны. 41 года выпуска. 41 года выпуска. Угу. Здесь у нас более новая, я думаю, машина. Теперь я уйду. Люди мешают немножко снимать. Люди, что вы тут ходите, мешаете мне снимать? Это у нас... 77 года выпуска. Вот это у нас машина. Да. Мы просто добавляем другую. У нас на американском. Да. А еще без него. Да. Это у нас всего всего. Это у нас 75 года выпуска машины. Тоже непривычно. Опять же, что машина синего цвета. Какого она у нас года выпуска, мне интересно. Вашингтон? 81. Это не Вашингтон, город. Это район такой. Какого? 85. Первого года выпуска. Тоже очень интересная расцветка. Непривычная. Велина, какого это года? Зеленым цветом тоже не было. 84 года. Тоже непривычная разукраска. Расцветка зеленым цветом. Усю пооткрывали. Можно подойти посмотреть. Конечно же, ни одни такие мероприятия не обходятся без каких-то вкусняшек, мороженого и так далее. А тут посмотрите, какая машинка маленькая. Какая она смешная. Ой, какая она. Супер. Неужели, наверное, она тоже ездила? 1922 года выпуска. Это вообще красота. Да. Такая интересная. Кстати, мы ходим и слушаем разговоры, да? Это все машины рабочие. Забыла посмотреть, какого это года. 1972 года выпуска рождения. Никак не могу найти свой год. Видимо, в мой год выпустили только меня. Такие на колесах раскатывают шланги. 1906 года. Ого. Ничего себе. Тоже очень интересная машина. Я думаю, это старая машина. Думаю, что это старая. 1936 года. Выпуска машины. Вот эта какая. Ой, какая маленькая. Сейчас я возле нее сфотографируюсь. 1957 года. А вон ту машину мы видели или нет? Видели. Да? Я ее не снимала, по-моему. 22 года выпуска. Какая она длинная. Она все необходимые приспособления перевозит для пожара, которые нужны. там шланги, лестницы и так далее. Это 57 года выпуска машина. Вот. Сейчас я вам покажу. 1916 года. Смотрите, какая она тоже интересная. 16 года. Двенотачная. Здесь написано не трогать. Это античная машина. Там не вижу, какого года выпуска. 81-го? Где? 81-го года выпуска машина. Вот это 1931 года выпуска. Но посмотрите, в каком они отличном состоянии. А сколько касок там висит. Вот что мне нравится, что здесь, конечно, за этим следят. За античными такими вещами. За ними ухаживают. Вот. Это у нас большая такая машина. Я снимаю. Дядька спрятался за машину. С такой большой мордой. 76-го года. Нашла. Машина моей мечты. Догадайтесь, почему. Год выпуска 74-й. 59-й. О, ну это можно сказать, что новая. 96-го года выпуска машины. 86-го года выпуска машины. Вот скажите, чем они отличаются друг от друга? Только дизайном. А так в прекрасном просто состоянии. 83-го года машина. 80-го года машина. Посмотрите на эту. Она смотрится, как какой-то трамвай или троллейбус. Если на морду смотреть. 48-го года выпуска машина. 79-го года выпуска машина. 71-го года выпуска машина. Какие-то очень темно покрашенные. Тоже Вилина обратила внимание, что непривычный цвет. Вот эта машина. 36-го года выпуска. Это тот год, когда родилась моя мама. Моей маме уже 86 лет в этом году было. Это 50-го года выпуска машины. Посмотрите, сколько у нее всяких наворотов. Там наверху. 81-го года машина. Это тоже интересная морда. Это у нас 64-го года выпуска машина. Вот какая огромная просто. Мне кажется, она больше идет и как пожарная, и как скорая может быть. Мне кажется, 85-го года выпуска машины. Потому что она идет с такой будкой. Да. Это спасательная машина. Если, например, кого-то нужно вывозить с пожара, скорую помощь везти. Здесь я не вижу Филадельфии. Вот эта машина. Ну все, мы практически все машины посмотрели. Сейчас мы заходим в магазинчик. Мне понравились машины, конечно. Мы впервые на такой выставке, но очень прикольно, что они это сделали. И сделали это доступным для людей и бесплатно. Хоть что-то в нашей жизни бесплатное. Мы пошли в магазинчик. Зашли в музейчик. Я быстро хочу показать. Это все сделано из ниток. Посмотрите. Здесь есть не только, что из стекла делают, но и из ниток. Посмотрите, какая красота. Это все нитки. Я хожу и восхищаюсь. Это что-то такие умельцы. Быстро-быстро вам показываю. Все нитки. Но я не из ниток, сами понимаете. А здесь смотрите, какие ожерелья. Было 91,50. Сейчас 36,60. Вот это и очень красивые. Ирина, какое тебе больше всего нравится? 58 долларов. Отличные вопросы. Было 165,60. 66 долларов. Этот, я думаю. Мне тоже нравится. Сейчас сумму на распродаже. Посуду на распродаже. А вот это какая красивая. Было 80, сейчас не вижу сколько там. 32 доллара. Вива не сказала, что кусаются цены. Это ручная работа. Это очень красиво. Это просто супер часов. Да. С маленькими бусинками. Да. Это все из бусинок, кстати. Не знаю, если вы видите. Это все из бусинок. Вот это какая красота. Это все из бусинок. 36 долларов стоит. Мне кажется, это вообще вот эти все изделия из бусинок, ручной работы. Это очень дешево. Посмотрите. И вот для сравнения вот эти шары на елку. 32,50. Вот такой шарик. Вот такой шарик у нас стоит. Да, они красивые. Тоже из стекла. 38,75 стоит. Но все равно стоит красота. Конечно, не сравнить. Мне вот этот шар очень нравится. Вот эти шары. 38,75. Один стоит. Ну, красиво. Ничего не скажу. Но те бусы или какаха-жерелья очень красивые. Красиво? Вам нравится? А теперь смотрите, цена. 8,000 долларов. Вот это. Красивое, правда? 4,000 долларов. Вот это. Красивое, правда? 8,800. Ужас. Ну, красиво. Ну, ужас. Мы уже все прошли, все посмотрели. Было очень интересно. И теперь Евелина взяла себе вот такой лед, на который она наливает... Евелина, сейчас у тебя все разбежится. Растает, вернее. Наливает напитки, которые... Или как? Сиропы, которые она хочет. Она любит пинаколада. Это кокос и ананас. Вкус. А можно выбрать любой какой ты хочешь. Ну и как? Вкусно? Вкусно. Все, мы идем домой. Николай. Спасибо за�라. Николай. Уyouуд